Здравствуйте! Это программа в центре событий в студии Фимшимцев и коротко об основных темах этого выпуска. Научат выращивать картофель, Югра расширяет сотрудничество с ЮАР. Заклятые друзья на фестивале кинематографических дебютов «Дух огня» показали новую княжну мэрии. В шаге от чемпиона волейбольный «Газпром Югра» встретился с «Зенитом» из Казани. Югорские леса в Африке. На рабочей встрече губернатор Наталья Комарова и чрезвычайный полномочный посол ЮАР на масонта Мария Сибанда Туси обсудили расширение сотрудничества. Так есть предпосылки для поставок ДСП из округа в Дружественную Республику. Кроме того, югорские аграрии планируют перенять опыт развития сельского хозяйства ЮАР. Например, в провинции Фри Стейт в неблагоприятных климатических условиях вырабатывается до 70% всего зерна в республике и 40% картофеля. Взаимодействия планируют достичь в использовании современных технологий возобновляемой энергетики. В той же провинции Фри Стейт хорошо развита горнодобывающая промышленность и нефтехимическая отрасль. По словам Натальи Комаровой, можно подумать над локализацией производств провинции в автономном округе. Югра ищет лучшие практики в области проектирования инфраструктуры городов и обеспечения безопасности. Мы крайне заинтересованы в развитии деловых отношений с страной, которую вы представляете у нас в стране. И уверены, что для этого есть все основания и возможности. И та и другая территория населены людьми с уникальной культурой, традициями. Взаимное знакомство и проникновение этих самых главных ценностей для людей, мне кажется, очень перспективным. В Сургуте прошел массовый пикет. В парке в 31 микрорайоне города собрались несколько десятков представителей категории «Молодые семьи». Они выступили против исключения из окружной жилищной программы людей, достигших 36-летнего возраста. Подобные акции проходят уже не в первый раз. По итогам таких встреч были написаны письма к руководителям региона и страны. Сегодня в очереди на получение субсидий в рамках окружных программ состоят более 20 тысяч югорских семей. В прошлом году на решение проблемы ипотечников правительство округа выделило несколько миллиардов рублей. В основном это проблема исключения участников по 36-летнему возрасту. И также иные исключения по иным обстоятельствам. В том числе сейчас людей требуют обратно возмещения компенсации процентной ставки. Ну и люди в принципе просто не могут дождаться положенных субсидий на своих детей. Уже кто-то более 8 лет стоит в очереди. Вступили в силу новые правила работы управляющих компаний. С 1 марта реагировать на заявки жителей им придется быстрее. Все действия аварийных бригад коммунальщиков теперь регламентированы. К примеру, максимально допустимый срок ожидания ответа по телефону горячей линии не более 5 минут. Полчаса дается на локализацию ЧП и трое суток на полное устранение. Мастера должны приходить на вызовы в форменной одежде и с полным комплектом запасных частей. Быть предельно вежливыми и заходить в квартиры в бахилах. За нарушение норм теперь управляющим компаниям грозят штрафы. Максимальная санкция – отзыв лицензии. Решение в реконструкции. Солнечный лидер по объектам строительства и приобретения жилья по программе расселения людей из аварийных домов. За последние три года муниципалитет купил здесь почти 900 квартир. Столь интенсивное строительство завело поселок в сложную ситуацию с точки зрения доставки ресурсов. На пределе находятся мощности по подаче теплового носителя и газа. Проложенные сети имеют ограничения по диаметру и объему голубого топлива. Одно из решений – реконструкция котельных. Это позволит ввести в строй еще несколько многоэтажек. Это самая сложная задача, которая стоит перед нами. Будем решать ее поэтапно. Увеличение КПД котлов хотя бы на одной котельной на 5% позволяет нам построить еще один 250-квартирный дом. На 10% – 2%, на 15% – 3%. Поэтому прежде чем замахиваться на какие-то грандиозные проекты стоимостью несколько сотен миллионов по реконструкции. То есть посмотрим, как можно решить путем замены котлов и повышения КПД. Все еще не хватает. Директор окружного департамента образования Алексей Дренин рассказал о проблемах с кадрами. Пока в Югре учреждения укомплектованы на 99%. Обычно остается практика совместительства, когда учителя работают как минимум в двух местах. Чаще всего это происходит для повышения уровня зарплаты, но также это удобно и в отдаленных поселениях, где педагогов не хватает. Кроме того, в округе существует проблема с преподавателями точных наук, например, химии и биологии. Югорские вузы не занимаются подготовкой таких кадров. Сургутский государственный педагогический университет лишь в позапрошлом году начал подготовку учителей математики. Этим же занялся и Нижневартовский институт. Традиционно вузы Югры готовят гуманитариев. Точники – это не то чтобы катастрофическая проблема, но это дефицит. И надо сказать, что это проблема не только автономного округа. Хороший учитель физики, математики, химии, биологии – это дефицит всегда и везде, причем с советских времен. Зарплата здесь достаточно привлекательная и школы сейчас очень даже конкурентоспособны, например, даже с какими-то управленческими структурами и педагоги идут работать туда. Офисов врачей общей практики больше. В Югре принято решение о выкупе помещений в жилых домах региона под обустройство филиалов поликлиник. Речь идет в первую очередь о педиатрических отделениях. Это одна из корректировок последнего заседания Думы Ханты-Мансийского автономного округа. В 2019-м из дополнительных 28 миллиардов рублей, распределенных по многим статьям расходной части, на выкуп объектов образования и здравоохранения потратят более 4 миллиардов. Скорректированы соответствующие строки в бюджете и на будущие два года. Выделены достаточно серьезные деньги на выкуп в домах мини-поликлиник. Это тоже решение проблемы, пока не решится проблема глобальная. Самая большая сумма была выделена на решение жилищных проблем в части аварийного жилья. Вот сейчас обращали внимание именно на аварийное жилье. Тысячи зрителей, сотни показов, десятки стран-участниц. В Ханты-Мансийске продолжается международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня». И хоть по факту последний день его работы 6 марта, торжественное закрытие запланировано уже на сегодня. Вип-гости и организаторы опять пройдут по красной ковровой дорожке в вечерних нарядах, а после на кульминации объявят имена победителей. Режиссеры-дебютанты смогли в этом году удивить даже самых искушенных зрителей. Например, режиссер Гарри Клевен предложил к просмотру в категории «Кино для всех» фильм «Мой ангел», где по сюжету девушка влюбляется в невидимку и даже создает с ним полноценную семью. Неожиданного, любопытного я обрел в полномерии. Интересный. Фильм необычный, чувства у меня смешанные, потому что после такого фильма нужно как бы переваривать информацию, как бы ее. Ну, в целом, мне понравился фильм, еще конец счастливый такой, любовь побеждает, поэтому мне, как девочке, мне это очень понравилось, и это такой миленький, в общем. Сейчас я увидела фильм «Мой ангел». Мне фильм очень понравился, он такой очень романтичный, лирический, такая красивая сказка о любви. И как бы главная мораль этого фильма, на мой взгляд, что если как бы любишь человека, все преграды можно преодолеть. Герой нашего времени во всех литературных и моральных смыслах. Югорчане увидели княжну Мэри. Спектакль по Лермонтову поставила театральная мастерская Сергея Соловьева. Показ состоялся в концертно-театральном центре «Югроклассик» в Ханты-Мансийске. У зрителей сразу возникает вопрос, откуда на сцене магнитофон, наушники и микрофон. При этом сценарий не отклоняется от первоисточника. Лермонтовские герои – такие же заклятые друзья. Грушницкий влюблен в Мэри. Печорину она не то чтобы нужна, но показать, что он может ее легко добиться, крайне важно. Для своего эго в первую очередь. Мне это чувствовало зависть. Я говорю себе совершенно открыто, это была зависть, потому что я привык себе во всем признаваться. Актеры театральной студии Сергея Соловьева давали на этом духе огня не один, а два спектакля. Ужасы по Набокову и княжна Мэри по Лермонтову. На обе постановки билеты разобрали задолго до начала. Вместить всех желающих не получается. По мнению режиссера Татьяны Самбук, давать эти спектакли в большом зале нельзя. Приемлема только камерная обстановка. Все-таки история очень интимная и очень много моментов есть, таких близких со зрителем. Поэтому очень важно, чтобы пространство было небольшое и зритель как можно чувствительнее относился к тому, что происходит на сцене. Погрузиться в обстановку помогает и очень неожиданное, но не противоречащее действу музыкальное сопровождение. Когда Печорин разбивает сердце юной княжны, она поет современную песню на испанском, припев которой переводится как «Мой малыш застрелил меня». Фигурируют и ритмы группы Би-2, а мазурка на балу больше похожа на дискотеку. Такой подход молодого режиссера нравится и ее учителю Соловьеву, по совместительству президенту кинофестиваля «Дух огня». Он вообще редко вмешивается в работу своих учеников. Роли в «Книжне Мэри» исполняют 8 студентов ГИКа, поступившие в мастерскую Соловьева 4 года назад. Они всю постановку не покидают сцену. Стреляй! Стреляй! Пожалуй, такую ненависть могут сыграть только близкие друзья. Да, да. Денис, у нас с ним теплые, хорошие отношения, все в порядке. Да, мы дружны, у нас правда очень хорошая команда, в этом спектакле сложилась, и мы все рядом друг с другом. Я обожаю этот спектакль, вот, и с Грушницким, я думаю, что, конечно же, мы похожи, вот, большим сердцем. Спектакль, как и роман, заканчивается на грустной ноте. Тем не менее, зал получил эстетическое удовольствие. Выразили его, как и положено театралом, аплодируя стоя. Екатерина Любышева, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. Битва характеров. Волейбольный клуб «Газпром Югра» на своей площадке принимал многократного чемпиона страны «Казанский Зенит». Встреча получилась эмоциональной, и сургутяне имели все шансы на победу. Наша съемочная группа побывала на одной из центральных игр Суперлиги. Большую часть стартовой партии сургутяне были в шаге от чемпиона. У хозяев площадки не получалось наладить взаимодействие с крайними нападающими. Впрочем, этот недостаток с лихвой компенсировала игра в защите. А гости часто допускали брак на подаче. Однако, небольшого задела хватило, чтобы «Зенит» вышел в лидеры 21-25. «Мне, во-первых, очень понравилось эмоционально. Но мы ничего и не ждали в Сургуте. Здесь всегда непросто. Я знаю, что команда «Газпрома» всегда настраивается на нас удвоенной энергией. И не помню ни одного матча, что мы в Казани играли тяжело всегда, что сюда приезжаем уж особенно тяжело при своей публике. Видите, сегодня какие сумасшедшие мячи в защите тащили игроки. И это им, конечно, придает двойной импульс». Вторая партия сложилась иначе. Сургутские волейболисты были сильнее своих, более опытных оппонентов. В первую очередь эмоционально. Проигранный стартовый сет оказался тут же забыт. Уроки из допущенных ошибок «Газпром Югра» извлек. Гнали вперед и переполненные трибуны. Посмотреть на эту игру пришли около трех тысяч человек. Как результат 25-22 и равный счет в матче. За счет агрессивной подачи, в первую очередь, кто хорошо подает, в принципе, тот и навязывает свою игру. Сургут подал хорошую подачу. Выбили нас с приема в какой-то момент. Ну, в принципе, надо отдать должное вообще в общей игре. Все игроки достаточно неплохо играли у Сургута. Продолжить матч на таком же столь высоком уровне оказалось тяжело. Казанцы в третьей партии были сильнее. А вот четвертый сет стал апофеозом волейбольного праздника. Сургутяне уступали 14-17, но сумели сравнять счет 22-22. Более того, Артем Хабибуллин закрыл Мэтью Андерсона в атаке. А затем и кубинец Йордан Биссет принес два сетбола «Газпром-югре». Но реализовать их не вышло. С результатом 25-27 этот игровой отрезок остался за «Зенитом». А вместе с этим казанцы увезли из Сургута три очка. Могли опустить руки. Все понимают, что с точки зрения результата, наверное, для нас не такой важный матч. Сегодняшний накал, сегодняшняя борьба была просто необходима нашей команде. В силу того, что последние матчи не совсем мы находились в таком ажиотаже, как говорится, в напряжении. А сегодня было предостаточно его. Поэтому спасибо команде Сургуту за то, что они предоставили нам такую возможность, дали настоящий бой. Спасибо команде, бились в каждой партии. Вы сами видели, что не было равнодушных в этой игре. И это самое главное. Может, не все получалось в техническом исполнении, тактическом. Но то, что ребята бились за каждый мяч, за каждый эпизод, это не может не радовать. Матч с казанским «Зенитом» стал последней домашней игрой на первом этапе Суперлиги. «Газпром-югра» еще проведет три матча на выезде против «Факела», «Питерского «Зенита» и «Московского Динамо». В следующий раз болельщики смогут увидеть сургутян на премьер-арене уже в серии «Плей-офф» в конце марта-начале апреля. Ольга Нахаева, Дмитрий Круковец, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. На старт с хорошим настроением. В Сургуте в девятый раз прошла лыжня России. В массовой гонке приняли участие несколько тысяч человек. Впервые состоялся и забег для самых маленьких. Воспитанники из 50 дошкольных учреждений пробежали 400-метровку. Все подробности знает Дмитрий Круковец. Перенос спортивной гонки на более поздний срок, похоже, оказался очень верным решением. Благодаря теплой погоде 2 марта на лыжи получили возможность встать тысячи сургутян. Забеги лыжни России в Сургуте изначально должны были пройти 10 февраля. Изменение времени и начало стартов было связано с морозами и карантином. Но в первый весенний месяц проведению спортивного праздника уже ничего не мешало. И люди с радостью вышли на дистанцию. Я в лыжне России уже участвую 10-й раз. Для меня это уже юбилейное участие в лыжне России. Стараемся участвовать за дошкольное отделение. Поддержать всю Россию. Мы должны все даже кататься уметь на лыжах, потому что снег, север. Поэтому если кто не умеет кататься на лыжах, для него должно быть это стыдно. Не прийти сегодня, ну и не принять участие в лыжне России. Для Александра Фролова участие в лыжне России традиция. Его инвентарь – охотничьи лыжи, которым уже почти полвека. А металлическая заплата на носке – напоминание о том, как они спасли жизнь трем мужчинам. В соответствии с возрастной группой участники преодолевали дистанции в полтора, два, три и пять километров. Были и личные зачеты среди самых опытных и юных любителей лыж. Определили и самую многочисленную семейную команду. В этом году не обошлось без новаций. Организаторы предусмотрели отдельную 400-метровую дистанцию для дошкольников. Ее преодолели 400 ребят из 50 детских садов. Лыжные гонки из года в год привлекают под свои знамена новых участников. Большой интерес вызывают данный вид спорта и удашкаля в том числе. Поэтому решили организовать для них отдельный сегодня вот забег. Лыжня России в Сургуте прошла в девятый раз. В этом году зарегистрировались для участия в забегах 2000 любителей активного зимнего отдыха. А общее количество горожан на спортивном празднике достигло отметки 4000 человек. Дмитрий Круковец, Сергей Коликов, Сургут, Интерновости. Осваивают инженерию с детского сада. В Сургуте прошел региональный этап российских соревнований по робототехнике. Участники должны были сконструировать модель ветряной мельницы и даже военного танка. Самому младшему 6 лет. Юные робототехники соревновались по двум направлениям. Икар Старт – это соревнования, придуманные у нас в России. Прошифровываются они как инженерные кадры России. То есть это соревнования, которые подразумевают, что дети, пройдя множество этапов соревнований, увеличивая свой возраст, смогут быть в будущем профессиональными инженерами. ВЕК САЙКЮ – это соревнования, направленные на конкретное направление. Это американские соревнования. То есть ребята, участники этих соревнований, после победы на всероссийском уровне, на что мы очень надеемся, смогут участвовать также и во всемирных соревнованиях в Америке. В региональном этапе участвовали 38 школьников практически из всех муниципалитетов округа. По итогам турнира большинство призовых мест заняли сургутяне. Они интересно двигаются, можно собрать какого-то робота шагающего, можно много всего собрать. Интересно. Я могу сразиться с другими автотехниками. Это развивает мозг и просто интересно собрать модель, потом с ней играть. Эти и другие новости смотрите на нашем сайте indifisnews.ru. А следующий выпуск программы в центре событий с Натальей Степановой смотрите на телеканалах Сургут Интерновостей. У меня на этом все. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго. До свидания. Детский развлекательный центр «Остров пиратов» приглашает детей и родителей отметить день рождения, отдохнуть в семейном кругу, повеселиться на игровой площадке, провести мероприятия для дошкольных и школьных групп. Торговый центр «Вершина», пятый этаж. Подробности по телефону 33-23-20. Профессиональные мастера из Таиланда в салоне спа-массажа «Тайрай». Не знаете, что подарить? Подарите себе и своим любимым красоту, здоровье, молодость. Смех, кашель, физические упражнения вызывают деликатную проблему? Инконтилейс – запатентованная безопасная технология лазерного лечения стрессового недержания. Мгновенная подтяжка тканей без повреждения слизистой, без операции и реабилитации. Технологии из Европы, теперь и в Сургуте. Косметология будущего. Голдберг. Проспект Ленина, 18. 1 миллион 750 тысяч рублей, и вы владелец готового комфортного жилья в поселке Дорожный. Подробности в отделе продаж компании «Сипромстрой» улица Есенина, 2, телефон 600-190. Компания «Сипромстрой». Добро пожаловать домой. Энерги! Ты готов? Первый радио, который играл мою хит – это «Энерги». Они имеют ультиматую связь с фанами. Я люблю «Энерги». И о погоде на 5 марта. Здравствуйте в студии Алена Раковская. Во вторник в большей части югры погоду будет формировать североатлантический циклон, насыщенный полями снеговых туч. Только запад региона окажется под влиянием промежуточного гребня антициклона, благодаря чему здесь постепенно прояснится. А температурный фон станет соответствовать климатической норме. Ночью в Сургуте и окрестностях облачно, небольшой снег. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха минус 9, минус 14. Утром также облачно, местами снег. На столбиках термометров около 12 градусов мороза. Днем по-прежнему облачно, небольшой снег. Направление и сила ветра не изменятся. Температура 6,11 ниже нуля. В салонах обуви «Саламандер» поступление новой коллекции «Весна-лето-2019». Скидка на всю зимнюю обувь минус 50%. Большая распродажа зимней коллекции в салонах обуви «Саламандер» со скидкой 50%. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление будет расти и составить 752 миллиметра ртутного столба. Упс! Да это же Пупс! Милая малышка Ляля Шалунишка поет, играет, хнычит, засыпает. Уже в «Карапузе» по праздничной цене. Карапуз! Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам всего доброго, будьте здоровы, до свидания!